Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня 22 июня, и я хочу вам показать первое цветение моего клематиса Кайзер. Это у меня совсем еще молодое растение. Видите, у него только два победа. Но посажено два года назад, и он еще не успел нарастить зеленую массу. Но так как здесь у меня посажены розы, и он зимовал вместе с ними под одним укрытием, у него сохранились побеги прошлого года на небольшую высоту. И он выдал мне три вот таких роскошных махровых цветка. Диаметр цветка 11 сантиметров. Раз, два, и один цветочек пролез навстречу солнышку, сквозь сетку. Кайзер это японский сорт. Он выведен в 1997 году. И на побегах текущего года он также цветет махровыми цветами. Но по правде сказать, я еще не видела этого цветения, потому что посаженные два года назад, прошлый год он только наращивал, зеленую массу, ее и сейчас немного. Но я надеюсь, посмотрим. Конечно, в наших условиях я не рекомендую выращивать махровые клематисы, потому что вот Кайзер оказался самым неприхотливым. Клематис Жозефина у меня просто отказывается. Жить, а клематисы Мультиблю и Кристалл Фонтан отказываются цвести. Но если вы все же решитесь в нашем регионе на клематисы махровые, потому что второй группой обрезки можно сажать, они все-таки не такие прихотливые. Но если это вторая группа обрезки, это махровый клематис, вот здесь просто бедствие. Если вы все же решитесь попробовать посадить, то нужен очень рыхлый грунт, потому что в моем суглинке им явно очень тяжело. Они в нем задыхаются, желтеют. И я не могу его пересадить, потому что они очень капризные, их очень не рекомендуется таскать с места на место. То есть изначально надо было делать более рыхлый грунт, чем я делаю обычно для клематисов. Ну, конечно, очень капризное растение, но очень красивое. Очень медленно раскрывается вот этот вот цветок, бесконечно медленно цветет. Очень красивый. Не ожидала я получить махровые цветки, надеялась только на побегах текущего года, потому что очень многие выращивают клематисы второй группы обрезки, рассчитывая только на цветы, цветущие на побегах текущего года. Ну, вот в этом году он решил меня удивить и порадовать. С розами у нас в этом году беда бедовая. Они очень сильно пострадали от возвратных заморозков. То есть на розах просто сплошные слепые побеги. От цветения я ничего хорошего не жду. Но вот клематис. Клематис, конечно, красавчик. Хожу на него, любуюсь. В общем, клематис Кайзер, как я уже говорила, оказался самым неприхотливым из всех моих махровых клематисов. То есть вот это самый-самый такой вот неприхотливый сорт. На этом на сегодня все. До свидания. До скорых встреч. Продолжение следует...